Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку детскую кошечку. Шапочка у меня связанная с подкладом, то есть такая вот двойная, плотненькая, с теплыми ушками, с завязочками. Вот, рассчитана на обхват головы где-то 46-49 см. Почему такая большая разница? Потому что шапочка очень хорошо тянется, посмотрите, и в итоге получается как на маленький размерчик, в принципе, благодаря завязочкам, так и на размерчик побольше. Высота данной шапочки где-то 16,5-17 см. Как на мой взгляд, шапочка получается довольно-таки симпатичная. Я вам покажу, как сделать вот такую замечательную основу, как сделать ушки и завязочки. И дальше ушки кошечки, а вы украшайте на свое усмотрение. Я прикрепила вот такую брошку на бантик, вы уже смотрите, сказать, дело вкуса. И, конечно же, кому понравилось, лайкайте и приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать пряжу на Капариж. Это пряжа из синтетических волокон, 245 метров, 100 граммах. Более подробно вы сможете посмотреть отдельный видеообзор по этой пряже. Ссылочку смотрите в описании под этим видео. Нам достаточно будет всего моточка. Дальше буду использовать два номера спиц номер 3 и номер 3,5 чулочные. Можете заменить на круговые, если вам удобно вязать больше круговыми. Дальше нам понадобится 2-3 маркера, крючок, ножнички и сантиметр. Также в качестве дополнительного цвета на ушки и для бантика я буду использовать ниточку нежно-розового цвета. Можете взять абсолютно любые остаточки, но желательно пряжу брать не толстую, для того, чтобы нам хорошо было сочетание с Нака Париж, как бы у меня это остатки Ланоса Минти. Можете использовать в принципе такую же махровенькую, но я буду использовать ниточку вот такого гладкого тугого кручения. Для начала на спице меньшего размера набираем количество петель кратное плюс 1 петля. То есть я буду набирать 9 петелек. 8 хорошо делится на 4 и плюс 1 петля для замыкания вязания в круг. 2 начальные петли я набираю на 1 спицу, затем приставляю 2 и набираю дальше 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пока для удобства я эти петельки распределю на 3 спицы, для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Затем мы уже при провязывании следующих рядочков будем распределять на 4 спицы. Итак, на первой спице я оставляю 3 петли, дальше беру еще одну спицу и еще оставляю 3 петельки на второй спице. То есть получается на 3 спицах по 3 петли. И теперь берем коротенький краешек ниточки, оставляем к себе, то есть наверх вот так вот вытаскиваем, а рабочую ниточку за спицами. И теперь замыкаем в круг мы с помощью вот этих вот крайних петелек на 1 и 4 спице. Вот посмотрите, последняя наборочная петля у нас в правой руке и первая наборочная петля в левой руке. Обратите внимание, чтобы средняя спица у вас не была перекрученная, наборочная косичка должна лежать ровненько. И теперь берем первую набранную петельку, одеваем на правую спицу, вот так вот переносим. Затем последнюю набранную петельку накидываем на первую, вот так вот, и спускаем полностью последнюю набранную петельку со спицы. Абсолютно спускаем и она у нас остается между первой и третьей спицей. И возвращаем обратно петельку на левую спицу. Смотрите, мы получается замкнув круг сократили эту девятую лишнюю набранную петельку. И теперь у нас вязание будет на 8 петлях, которые мы сейчас будем распределять параллельно, провязывая первый ряд на 4 спицы. Берем еще одну рабочую спицу и будем делать прибавления. Провязываем с первой спицы две первые петли лицевыми петлями. Я буду вязать лицевые петли за ближайшую к нам стеночку, для того, чтобы были красивой повернутой косичкой. Итак, первая лицевая, вторая лицевая. Между второй и третьей петелькой поднимаем вот здесь вот промежуток и одеваем на левую спицу. Затем этот промежуток провязываем за дальнюю стеночку, перекрещенной лицевой петлей. И оставляем эту спицу пока в покое. Берем дальше пятую спицу рабочую. И на нее провязываем одну лицевую еще с этой же спицы. Дальше откладываем пока свободную спицу и вяжем со следующей, вторую лицевую. Пока будет очень неудобно, но вы постараетесь. Вторая лицевая провязана и между второй и третьей лицевой поднимаем промежуток вот здесь. Такую вот перегородочку на левую спицу. И вяжем эту перегородочку перекрещенной лицевой петлей за дальнюю стеночку. То есть делаем прибавление после каждой пары провязывания лицевых петель. Провязав лицевую третью перекрещенную петельку, оставляем вторую спицу в покое. И берем свободную спицу, которую отложили. Теперь у нас получается оставлено две петельки на этой спице. Мы так две петельки лицевые и вяжем. Один, два. Пока откладываем свободную спицу в сторону. И между двумя петлями с одной спицы и двумя петлями с другой спицы мы снова поднимаем перегородочку и одеваем на левую спицу. Провязываем за дальнюю стеночку перекрещенной лицевой петлей. То есть делаем прибавление. И последний четвертый раз нам нужно будет провязать две оставшиеся петли ряда. И затем между первой и последней петлей ряда нам нужно будет поднять перегородочку. Вот здесь вот. Одеть на левую спицу. Вот так вот. Я уже ее буду одевать перекрещенной. Для того, чтобы связать за дальнюю стеночку перекрещенной лицевой последнее прибавление рядом. Вот так вот. Поднимаем только за одну стеночку вот этот промежуточек наш. И за дальнюю стеночку от нас вяжем лицевой петелькой. Первый ряд был самый сложный. И посмотрите, у нас получилось на каждой из четырех спиц связано по четыре петли. И дальше продолжаем вязать следующий ряд, делая в каждом ряду по четыре прибавления в конце каждой спицы. Итак, смотрите. На первой спице у нас три провязанные петли. Мы так и вяжем. Три лицевые. Один, два, три. Дальше между первой и второй спицей поднимаем промежуточек. Вот он у нас. И одеваем на левую спицу. Дальше вяжем перекрещенной лицевой петлей. То есть делаем прибавление. У нас уже на первой спице вместо трех петель четыре петли. Дальше снова повторяем со следующей спицей делать то же самое. Три первые петли на спице провязываем лицевыми петлями за ближайшую стеночку. А дальше между второй и третьей спицей поднимаем промежуточек на левую спицу. И вяжем перекрещенной лицевой за дальнюю стеночку. Связали, получается, второе прибавление на второй спице. Дальше на третьей спице провязываем три лицевые петли. Первая петля, вторая и третья. Дальше между спицами поднимаем промежуточек. Вот здесь вот. И одеваем этот промежуточек на левую спицу. Вот так вот. Одели и за дальнюю стеночку провязываем перекрещенной лицевой петелькой. Повторяем четвертый последний раз и делаем последнее прибавление в ряду. Три лицевые петли с левой спицы. И в конце ряда между последней и первой петелькой поднимаем перепоночку на левую спицу. И вяжем за дальнюю стеночку перекрещенной лицевой петлей. Теперь у нас при провязывании второго ряда на каждой спице по 4 петельки. Теперь смотрите. Снова мы будем делать по одной петле прибавления. 4 петли, которые есть у нас на первой спице, мы вяжем лицевыми петлями. Дальше между первой и второй спицей поднимаем промежуточек на левую спицу. И вяжем перекрещенной лицевой. Первая спица у нас уже провязана. Немножечко будет неудобно, но вы постарайтесь. И дальше переходим к следующей спице. 4 петли лицевые со следующей спицы провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4. И между этой спицей и следующей поднимаем промежуточек на левую спицу. И этот промежуточек вяжем скрещенной лицевой за дальнюю стеночку. И тем самым делаем прибавление. И точно так же повторяем до конца. Еще 2 спицы. Вяжем по 4 петли. И между спицами в конце делаем промежуточек, поднимаем, делая прибавление. Вот так вот провязали третью спицу, подняли промежуточек. И этот промежуточек вяжем скрещенной лицевой за дальнюю стеночку. И остается всего лишь последняя спица. Вот так вот поднимаю я хвостик, чтобы он у нас не путался. И вяжу последнюю четвертую спицу из 4 лицевых, которые уже есть на последней спице. И поднимаю промежуточную петлю между первой и последней петлей рядом. Вот она у нас. Это петелька будущая. Подняли промежуток и за дальнюю стеночку провязали лицевой. Теперь у нас на спицах 5 петелек. И дальше продолжаем вот так вот делать прибавление в конце каждой спицы, поднимая промежуточек между спицами. И добавляем 6 петлю уже в следующем ряду. Вот таким вот образом, смотрите, я буду добавлять, 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 провязывая донышко из тех петель, которые есть. И буду, еще раз повторюсь, добавлять между спицами по одной петле 4 раза в ряду до тех пор, пока у меня на спицах не будет нужное количество петелек. Смотрите, у нас сейчас сделали прибавление до 6 петель на каждой спице. А после прибавления донышка у нас на каждой петле спицы должно будет остаться по 21 петле. То есть уже 6 петель наши мы должны увеличить до 21 петельки. Смотрите, сейчас ниточка у меня такая вот темненькая и из-за того, что она такая пушистая очень, вам, возможно, не было видно, что я делаю. У меня есть видео шапочки-шлемы для детей, и я оставлю ссылочки на них под этим видео. И вот там очень четко видно, очень подробно видно, как я делаю прибавления. То есть там светлая пряжа и не ворсистая, и там очень четко видно, как я делаю прибавления. Вот вам нужно сделать такие вот прибавления. Из начальных 8 петель, которые мы набрали, нам нужно вязать прибавления до 84 петель ряда. Для удобства я в будущем, вот сейчас мы провяжем немножечко расширение, в будущем я рекомендую вам одеть либо маркер, либо вот эту ниточку, которая у нас сейчас осталась при наборе вот этих вот петелек. Нам нужно будет ее поставить в начало ряда, для того, чтобы не путаться. Сейчас как бы петелек мало на каждой спице, и вам очень легко посчитать. Но в дальнейшем количество петель будет увеличиваться, и чтобы не считать каждый раз, сколько петель на каждой спице, вам нужно будет отметить начало ряда. И вот сейчас смотрите, у меня получается на предыдущей спице уже 7 петель, на второй 7 петель, дальше продолжаю вязать по 6 петель на каждой спице, и добавлять 7 петлю между спицами. То есть я просто поднимаю промежуточек после каждой провязанной спицы, и вяжу прибавления. И вот сейчас получается, у меня уже я подошла к 4 спице, на которой 6 лицевых петелек. Так, сделаю последнее прибавление 7 этого ряда. 7 петельки и 4 прибавление в конце. И вот смотрите, вот у нас ниточка, вот этот хвостик. Мы можем вот так вот его поставить, как отметочку начала ряда. Вот так. И посмотрите, уже эту ниточку четко видно, где начало ряда. И дальше продолжаю вязать каждую спицу, делая дальше прибавления. А вот этот хвостик у меня будет просто служить, как бы, как начало отметочка или конец ряда. Хотите, можете отметить маркером пластиковым. Его будет более видно, он будет более ярче и выделяться. Но, в принципе, вот этой вот петельки вытянутой тоже вполне будет вам достаточно. И вот так вот продолжаем вязать донышко для нашей шапочки до 84 петель по кругу. Хотела сделать расширение до 84, но решила в итоге сделать до 88, так как у нас здесь стянется вот это отверстие, дырочка центральная, и еще немножечко уменьшится в объеме донышко. Поэтому все-таки сделаем до 22 петель на каждой спице расширение донышка. А затем перейдем на вязание самое-самое обычное по спирали лицевыми петельками. После того, как увеличили донышко до 88 петель по кругу, нам нужно связать высоту шапочки. Высоту шапочки я буду вязать прямой лицевой гладью, и где-то последние несколько рядочков, буквально сантиметра два, буду вязать, переходить на резиночку. То есть сейчас мы берем, вытаскиваем вот эту ниточку. Посмотрите, вот у нас получается отметочка начала ряда. Она у меня длинная, эта ниточка. Хотите, можете перенести маркер. Я отмечаю начало ряда вот этим краешком, и продолжаю вязать лицевыми петлями по спирали, уже теперь не делая прибавления в конце каждой спицы, а просто провязывая по 22 петли лицевые на каждой спице до нужной нам высоты шапочки. То есть, как бы получается, мы сейчас вывязываем глубину внутренней шапочки. 15 сантиметров глубины у меня будет лицевой гладью. Это 32 ряда после того, как отметили начало вязания вот такой прямой лицевой глади. И сейчас я перехожу на резиночку 1х1. То есть, сейчас, смотрите, там, где у нас отметочка начало-конец ряда, я отметила, вот с этой первой спицы я начну вывязывать резиночку 1х1, при этом продолжаю вязать спицами меньшего размера. То есть, резиночка 1х1, как вы помните, вяжется лицевая петля, изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля. И вот так вот начинаем формировать лицевая и изнаночная петля, вывязывая первый ряд резиночки 1х1. При этом, смотрите, лицевую петлю я вяжу за ближайшую стеночку, и изнаночную петлю также я вяжу за ближайшую стеночку. То есть, вот так вот чередуем лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная до конца первого ряда резинки. Второй ряд мы повторяем над первым. Вяжем лицевую над лицевой петлей за ближайшую стеночку, а изнаночную над изнаночной за дальнюю стеночку, чтобы у нас красивой ровной косичкой ложились петельки и с лицевой, и с изнаночной стороны. И у нас, благодаря тому, что мы будем провязывать правильно за стеночки, будет ложиться абсолютно ровной резиночкой наше вязание. То есть, смотрите, чтобы были не перекрещенные петельки. Так будет гораздо аккуратнее ложиться именно по красоте вязания и по практичности. Итак, вяжем лицевые над лицевыми петлями за ближайшую стеночку, повторюсь, а изнаночные изнаночными за дальнюю стеночку. Итак, и продолжаем чередовать лицевая над лицевой, изнаночная петля над изнаночной. Итак, я связала, смотрите, резиночкой 1х1 всего 7 рядочков. То есть, мы начали первый, второй, и еще 5 рядочков я довязала. У меня это получилось 2, даже где-то 2,5 см. То есть, общая высота шапочки получилась в итоге 17 см. То есть, от вот этого начала нашего до, вот здесь вот, не считая те петельки, которые на спице. То есть, до вот этого момента. И теперь, смотрите, мы начинаем вязать вторую часть резинки, которая у нас будет на внешней стороне, и также продолжаем вязать спицами меньшего размера. Но для того, чтобы у нас красивый был изгиб нашего отворота, то я поменяю местами. Раппорт узора у нас будет теперь не лицевая изнаночная, а над лицевой я свяжу изнаночную, а над изнаночной буду вязать лицевую. То есть, лицевую изнаночную я вяжу за ближайшую стеночку, а изнаночную лицевой за дальнюю стеночку. И таким образом у нас будут ложиться красивенькие косички. То есть, в шахматном порядке сейчас вяжем над лицевой изнаночную, а над изнаночной лицевую. И уже будет каждый последующий ряд у нас, точно так же, как и предыдущая часть первой резинки, лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Но уже как бы немножечко со сдвигом в левую сторону на одну петлю. То есть, над изнаночной первой мы будем вязать изнаночные, над второй лицевой будем вязать все лицевые и так далее. Изнаночные лицевые петли. И так же я свяжу 7 рядочков. То есть, первый ряд сейчас мы с вами распределили петельки, то есть, поменяли в шахматном порядке. А каждые последующие из 6 рядочков будем уже этот рисуночек вязать уже в саму ширину. То есть, вот первая часть нашей резинки. Теперь линия изгиба будет. И вторая часть резинки, состоящая из такого же количества рядочков. Высоту, но уже с небольшим сдвигом. И так, продолжаем вязать резиночку в 7 рядочков, чередуя изнаночная лицевая. И так, довязали после изгиба вторую часть нашего отворотика. И теперь смотрите, что у нас в итоге получается. У нас получилась внутренняя часть шапочки. Затем резиночка с внутренней стороны. И изгиб уже пошел резиночки на внешнюю сторону. Теперь мы берем спицы большего размера и начинаем вязать внешнюю часть шапочки. Смотрите, мы петельки добавлять никакие не будем, ничего. Абсолютно просто меняем спицы на размер побольше. И начинаем вязать сразу же после 7 ряда резинки первый ряд формирования узора. Смотрите, у нас идет рапорт резинки 1х1, изнаночная лицевая. Мы над изнаночной за дальнюю стеночку вяжем лицевую петлю, а над лицевой за переднюю и ближайшую стеночку вяжем изнаночную. И так, чередуем над изнаночной лицевую, а над лицевой изнаночной. То есть, как мы с вами переходили на вот этот вот изгиб, другую часть резинки. То есть, сейчас вяжем лицевая изнаночная петля, лицевая изнаночная, но при этом над изнаночной петлей вяжем лицевую за дальнюю стеночку, а над лицевой изнаночную за ближайшую стеночку. И вот так вот чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная до конца первого ряда. То есть, как бы в шахматном порядке вяжем петли по соотношению к предыдущему ряду. связав первую спицу переходим на вторую и не забудьте поменять точно также спицу на больший размерчик связав первый ряд узора мы сформировали первый ряд узора путанки или рис и все параллельно спицы поменяли на больший размер теперь смотрите у нас первая шла лицевая 2 изнаночная дальше лицевая изнаночная лицевая изнаночна мы теперь над лицевой вяжем изнаночную за ближайшую стеночку а изнаночную вяжем лицевой за дальнюю стеночку и так и продолжаем чередовать изнаночная лицевая изнаночная лицевая то есть по соотношению к предыдущему ряду снова над изнаночными вяжем лицевые петли а над лицевыми петлями вяжем изнаночные из-за этого и называется узор путанка что запутываем узорчик в шахматном порядке, просто чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная в каждом ряду, но со сдвигом в шахматном порядке, то есть над лицевой предыдущего ряда вяжем изнаночную, а над изнаночной предыдущего ряда вяжем лицевой петелькой. И вот так вот до конца второго ряда. Довязав второй ряд до конца, повторяем с первого ряда узора У нас идет первая изнаночная, вторая лицевая Над изнаночной вяжем лицевую за дальнюю стеночку А над лицевой вяжем изнаночную за ближайшую стеночку Итак, чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная до конца третьего ряда А в четвертом ряду снова в шахматном порядке по соотношению к третьему ряду Будем вязать над лицевыми петлями изнаночные, а над изнаночными лицевые Я думаю, что здесь вам будет все понятно Если хотите, можете посмотреть отдельное видео по вязанию узора рис или путанки Где более вы уже, скажем, на видной пряже сможете посмотреть, разобрать подробно этот узорчик Но, в принципе, я думаю, что если вы вяжете не впервые и знаете, как вяжутся лицевые петельки То особого труда, особой сложности у вас этот узор вызвать не должен Итак, мы будем продолжать вязать узор путанка до тех пор, пока не наберем общую высоту шапочки До начала убавления и формирования петель на макушке В общем, вяжем чередуя лицевая и изнаночная со смещением в каждом ряду на одну петлю в шахматном порядке И, в принципе, вот из такого вот замечательного узора и состоит вся шапочка Итак, я провязала высоту узора путанки и вот от линии изгиба, там где мы делили резиночку на две части Вот линия изгиба до конца моего вязания узорчика 14 см То есть я еще оставила место для убавления петель на нашей макушке И перенесла маркер, посмотрите, нашего конца начала ряда, вот оно на нас Мы вставляли ниточку, я ее перенесла наверх между спицами для удобства И сейчас остановилась на первом ряду рапорта, то есть провязала И у меня по рисунку сейчас идет первая лицевая, дальше изнаночная, лицевая, изнаночная То есть я провязала первый ряд нашего рапорта, не довязав второй ряд Сейчас уже начиная со второго ряда рапорта, я начну убавление для макушки Перед тем, как начать убавлять наши петельки макушки Нам нужно общее количество петель поделить на равное количество То есть, смотрите, в среднем клинья делаются либо на 4, либо на 6, либо на 8 То есть это такой вот стандарт, можно, конечно же, делать и на 5, и на 7 Но в среднем я беру обычно четное количество В начале, когда мы вязали вот эту внутреннюю шапочку расширения Я вам говорила, что увеличиваем до 21 петельки Но мне показалось мало, я увеличила до 22 на каждой спице Вот, и теперь, если бы мы оставили по 21, то у нас бы четко наше число делилось бы на 6 То есть на 8 клинья это много, на 4 мы делали на внутренней макушке Я не буду делать на 4 на внешней макушке Я хочу сделать что-то среднее, между восьмеркой и четверкой, это 6 Вот, вот на 6 частей нам нужно поделить наше количество Оно не получается четко-ровно, поэтому я 2 лишние петельки перенесу на задние 2 части клинышек наших То есть смотрите, у нас получается 4 части по 14 петель и 2 по 16 петель Я так и оставлю, мне в принципе это подходит Так как у меня ворсинистая такая вот ниточка, то в принципе это не слишком будет заметно И даже думаю на гладкой ниточке это будет незаметно Поэтому смотрите, мы сейчас в каждом нечетном ряду, это первый, третий, пятый, седьмой и так далее будем делать убавления В каждом четном ряду мы будем провязывать петельки по рисунку, как будут они ложиться То есть я так и продолжаю на средних петельках вязать нашу путанку А вот когда буду делать убавления, то убавления буду делать только лицевыми петлями Итак, начинаем вязать Первые 2 петли мы делаем убавления Поэтому вяжем за передние стеночки 2 петли вместе 1 лицевой Так как у нас задняя сторона перед маркером и после маркера Вот эта задняя сторона будет из 16 петель состоять То нам сейчас нужно средние петельки, их у нас 12 Так как убавление и 12 петелек это будет 16 Нужно провязать 12 петель по рисунку Над лицевыми вяжем изнаночные петли, а над изнаночными лицевые То есть как узор путанка, продолжаем дальше Изнаночная лицевая 2, дальше изнаночная 3 Лицевая 4, изнаночная 5, лицевая 6, изнаночная 7, лицевая 8, изнаночная 9, лицевая 10, изнаночная 11 Лицевая 12 и сейчас делаем убавление За дальние стеночки лицевую и изнаночную вяжем вместе 1 лицевой петлей Из вот таких вот петель и будет состоять наше вязание Только уже будет следующий рапорт состоять из 14 петелек, а не 16 То есть давайте посчитаем Убавление это 2 петли у нас были Значит 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и убавление последнее 16 петелек Теперь средних петелек будет на 2 меньше То есть будет убавление 10 петелек убавления Убавление 10 петелек убавления Так будет 4 раза Первый раз получается мы сейчас будем вязать еще продолжать на первой спице Потом плавно перейдем на следующую спицу и так далее А последний рапорт, 6 получается, 6 клинышка у нас будет состоять как первый То есть из 12 средних петель и убавления по краям Первое убавление я буду делать за передние стеночки Второе убавление я буду делать за дальние стеночки Для того, чтобы у нас красиво были поворотики на клинышках И теперь продолжаем Смотрите, вяжем 2 петли одной петлей лицевой То есть делаем убавление Дальше вяжем 10 петель по рисунку Это изнаночная лицевая, изнаночная лицевая Дальше перехожу на следующую спицу Вот так вот И дальше продолжаю Изнаночная лицевая, это 6 петель Изнаночная лицевая, это 8 петель И изнаночная лицевая, это 10 петель И дальше 2 петли вяжу вместе одной лицевой Для этого лицевую разворачиваю И вяжу за дальнюю стеночку вместе лицевую и изнаночную петельку Снова повторяем Две петли вместе за переднюю стеночку Делаем убавление в начале рапорта Дальше у нас идут 10 петель по рисунку Это изнаночная лицевая, первая пара Изнаночная лицевая, вторая пара Изнаночная лицевая, третья пара Изнаночная лицевая, четвертая пара И изнаночная лицевая, пятая пара И в конце спицы мы вяжем за дальние стеночки Лицевую и изнаночную петлю Хотите, можете разворачивать лицевую Для красивого узорчика Хотите, можете не разворачивать В принципе, это уже у меня ворсистая ниточка Поэтому это в принципе у меня будет не видно Не важно Если вяжете гладкой, конечно, разворачивайте петельки Чтобы ложились красивыми косичками Теперь снова повторяем Две лицевые вместе вяжем лицевой за переднюю стеночку Дальше 10 петель по рисунку Изнаночная лицевая, первая пара Изнаночная лицевая, вторая пара Изнаночная лицевая, третья пара Изнаночная лицевая, четвертая пара И последняя, пятая пара, изнаночная лицевая А дальше вяжем за дальние стеночки конец раппорта. То есть второе убавление в раппорте мы делаем за дальнюю стеночку. И для этого можем разворачивать лицевую петлю и вязать вместе с изнаночной за дальнюю стеночку. И опять повторяем 2 петли лицевой одной вместе. Затем 10 петель по рисунку. И 2 петли последнего вместе, но за дальнюю стеночку. Обязательно. Теперь у нас идет лицевая. Мы вяжем изнаночную лицевую, изнаночную лицевую, изнаночную лицевую. Это 6 петель. Перехожу на следующую спицу. Изнаночную лицевую вяжу 8 петель. И изнаночную лицевую 10 петель. Дальше за дальнюю стеночку вяжу лицевую и изнаночную петлю. Еще раз повторюсь, хотите разворачивайте, хотите нет. И теперь, смотрите, у нас остается последний раппорт из 16 петель. Поэтому вяжем 2 первые петли за переднюю стеночку лицевой. Дальше у нас идут 12 петель по рисунку. Это изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая 6 петель, изнаночная лицевая 8 петель, изнаночная лицевая 10 петель и изнаночная лицевая 12 петель. А в конце мы разворачиваем лицевую петлю и вместе с изнаночной вяжем за дальние стеночки. То есть самое главное, запомните, что у вас получается начало раппорта вяжется убавление за переднюю стеночку. Дальше средние петли 10 петель у нас 4 раза и по 12 2 раза в начале и в конце ряда. Средние петли мы вяжем по рисунку и в конце раппорта у нас за дальние стеночки вяжутся 2 последние, то есть убавления. И убавления для чего мы разворачиваем? Смотрите, для чего я вам говорю, что первое убавление мы вяжем за передние стеночки, последнее за дальние стеночки. Для того, чтобы при смещении клинышка нашего у нас красивые были повернутые петельки друг к дружке, то есть убавление у нас будет как бы такой вот елочкой красивой. Если мы будем вязать только за передние стеночки убавления, либо только за дальние стеночки, то у нас получится такое вот, в общем рубчиками. В принципе, для такого ворсинистого вязания это будет тоже менее заметно. Если у вас гладкие ниточки, такие хорошего плотного кручения, то, конечно же, там будет все погрешности видны. И теперь смотрите, каждый четный ряд, повторюсь, мы вяжем по рисунку, как ложатся петельки. Смотрите, убавление там, где мы делали, всегда вяжем лицевой петлей за переднюю стеночку. Дальше у нас, так как это первый рапорт из 16 петелек наш, дальше у нас 12 петель идет по рисунку. Над изнаночными вяжем лицевую петлю, а над лицевыми петлями вяжем изнаночную петлю. Итак, вяжем 12 наших петелек по рисунку. Также продолжаем путанкой. Лицевая изнаночная 2, лицевая изнаночная 4, лицевая изнаночная 6, лицевая изнаночная 8, лицевая изнаночная 10 и лицевая изнаночная 12. Последняя петля рапорта это убавление, поэтому вяжем лицевой петлей за переднюю стеночку. Повторяем. Петля убавления у нас лицевая, то есть посмотрите, 2 ряда петли убавления, 2 лицевые. Дальше у нас рапорт состоял из 14 петель, поэтому средние 10 петель вяжем по рисунку. Лицевая изнаночная, лицевая изнаночная это 4 петли. Перехожу на следующую спицу. Лицевая изнаночная 6 петель, лицевая изнаночная 8 петель и лицевая изнаночная 10 петель. Дальше у нас петля убавления последняя, вяжем лицевой. Петля первая убавления вяжем лицевой. И снова 10 петель по рисунку. Лицевая изнаночная, лицевая изнаночная, лицевая изнаночная это 6 петель, лицевая изнаночная 8 и лицевая изнаночная 10. Последняя петля рапорта у нас убавление, поэтому вяжем лицевой за переднюю стеночку. Первая петля рапорта у нас также лицевая над убавлением в предыдущем ряду. Лицевая, дальше 10 петель рапорта это лицевая и изнаночная первая пара, лицевая и изнаночная вторая пара, лицевая и изнаночная третья пара, лицевая и изнаночная четвертая и лицевая и изнаночная пятая пара из 10 петелек состоящие. Теперь в конце раппорта у нас идет убавление, поэтому вяжем лицевой. И в начале следующего раппорта убавление это вторая лицевая рядышком. И снова 10 петель. Лицевая изнаночная, лицевая изнаночная, лицевая изнаночная. Это 6 петель по рисунку. И еще довязываем со следующей спицы 4 петли. Лицевая изнаночная 2 и лицевая изнаночная 4. Связали 10 петель раппорта и в конце раппорта у нас убавление. То есть вяжем лицевую. И в начале следующего раппорта вяжем также лицевую. Теперь у нас последний раппорт, как вы помните, 12 петель по рисунку, поэтому вяжем. Лицевая изнаночная, лицевая изнаночная, лицевая изнаночная, лицевая изнаночная, лицевая изнаночная, лицевая изнаночная, лицевая и изнаночная. Последняя петля ряда и раппорта последнего, лицевая петля, так как было убавление. И смотрите, в принципе у нас получается связаны первые два первых ряда, а дальше мы вяжем продолжение убавления. То есть третий ряд это нечетный ряд, поэтому вяжем в нем убавление. Первые две петли за передние стеночки мы вяжем, как всегда, лицевой одной петлей, то есть делаем в начале ряда убавление. Дальше нашли 12 петель по рисунку, но две мы сейчас заберем на убавление, поэтому вяжем 10 петель по рисунку. Лицевая и изнаночная первая пара, лицевая и изнаночная вторая, лицевая и изнаночная третья, лицевая и изнаночная четвертая и лицевая и изнаночная пятая. Связали 10 петель по рисунку и теперь за дальнюю стеночку я вяжу петельки лицевой, при этом разворачиваю и лицевую и изнаночную петельку и вяжу за дальние стеночки одной лицевой убавления. Теперь вяжу в начале рапорта следующего 2 петли вместе одной лицевой, то есть снова делаю в начале рапорта следующего убавления. И теперь у нас, как вы помните, промежуточных было 10 петель, сейчас будет на 2 петли меньше, то есть 8. 8 вяжем петель по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая я еще провяжу на первую спицу изнаночная. Это 4 петли. Дальше лицевая, изнаночная 6 петель и лицевая, изнаночная 8 петель. И дальше за дальнюю стеночку, разворачивая вот так вот петельки, за дальнюю стеночку вяжу одной лицевой петлей, то есть делаю убавление. В начале следующего рапорта также делаю убавление, но за передние стеночки. И вот смотрите, у нас красивое убавление идет, друг к дружке повернутое. Теперь вяжем снова 8 петель по рисунку. Лицевая, изнаночная 1 пара, лицевая, изнаночная 2, лицевая, изнаночная 3, лицевая, изнаночная 4 пара. Провязали 8 петель наших по рисунку. И теперь нам нужно развернуть петельки и за дальние стеночки провязать вместе изнаночную и лицевую петлю одной лицевой, то есть убавление. Теперь повторяем. 2 петли вместе одной лицевой в начале рапорта. 8 петель по рисунку. Это лицевая, изнаночная 1 пара, лицевая, изнаночная 2, лицевая, изнаночная 3 и лицевая, изнаночная 4. А дальше поворачиваем петельки. Лицевую и изнаночную петлю разворачиваем. И за дальние стеночки вяжем одной лицевой петлей. Затем снова петля первая, убавление. 2 петли вяжем вместе лицевой за передние стеночки. 8 петель рапорта по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Это 6 петель после нашего убавления. И лицевая, изнаночная 8 петель. Затем за дальнюю стеночку, чтобы провязать, я снова разворачиваю лицевую и изнаночную петлю. И вяжу лицевой петлей вот так вот вместе. Затем снова петля наша начальная, это убавление. Поэтому вяжем 2 петли вместе одной лицевой. И это, как вы помните, наш последний длинный рапор, состоящий из 10 петель по рисунку. Поэтому вяжем 5 пар. Лицевая, изнаночная 1, лицевая, изнаночная 2, лицевая, изнаночная 3, лицевая, изнаночная 4, лицевая, изнаночная 5. А дальше поворачиваем петельки вот так вот передними стеночками вперед. И за дальние вяжем одной лицевой вместе 2 петли. Снова убавили петельки на каждом клинышке по 2. И теперь смотрите, четный четвертый ряд мы вяжем по рисунку. Над убавлениями вяжем лицевые петли за переднюю стеночку. Дальше средние петли по рисунку, их у нас 10. Изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая 6, изнаночная лицевая 8 и изнаночная лицевая 10. Дальше последняя петля убавления это лицевая, первая петля убавления лицевая. И теперь 8 петель по узору, так как у нас рапорт из 14 петелек был здесь. Изнаночная лицевая, изнаночная лицевая это 4. И переходим на следующую спицу, изнаночная лицевая и изнаночная лицевая, это 8. Последняя петля рапорта убавления, поэтому вяжем лицевую. И первая петля рапорта убавления вяжем также лицевую. Снова 8 петель, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая и изнаночная лицевая. Последняя петля раппорта убавления, поэтому вяжем лицевой. И снова начинаем вязать с лицевой петли, первая петля раппорта, где было убавление. 8 петель средних по рисунку, последняя петля лицевая, где петля убавления. В конце, посмотрите, обратите внимание, у нас длинный раппорт, поэтому вяжем здесь промежуточный 10 петель. А 4 раза мы вязали по 8 петель. Первую 10 и последнюю 10. Все петли убавления вяжем просто лицевыми. В пятом ряду это нечетный ряд, поэтому делаем убавления. В начале ряда, как всегда, вяжем 2 первые петельки вместе за переднюю ближайшую стеночку. Связали 2 вместе одной лицевой. Дальше у нас 8 петель по рисунку. Из 10 мы забираем 2 на убавление, поэтому 8 петель по рисунку. Изнаночная лицевая и так далее. Изнаночная лицевая это 4 петли. 5, 6, 7, 8. И дальше вяжем, разворачиваем петельку лицевую, одну и вторую. И вяжем за дальние стеночки одну петлю лицевую. Поворачивая снова для того, чтобы красивой косичкой ложились наши убавления. Дальше первые 2 петельки вяжу за передние стеночки, делая убавления в начале следующего рапорта. В следующем рапорте у нас промежуточных петель по рисунку будет 6, так как 8 и мы забираем 2 петли на убавление, поэтому 6. Вяжем изнаночная лицевая это 2, дальше изнаночная 3, лицевая 4, изнаночная 5 и лицевая 6. Дальше поворачиваем 2 лицевые петельки передними стеночками и вот так вот вяжем за дальние лицевой петлей вместе 2 петли. Теперь снова в начале следующего рапорта вяжем убавление за передние стеночки, вяжем лицевую петлю и 6 петель по рисунку. Изнаночная лицевая, изнаночная лицевая и изнаночная лицевая. А дальше разворачиваем 2 лицевые вот так вот другими стеночками и за дальние вяжем лицевую петельку вместе из 2 лицевых. Так, разворачиваю снова для того, чтобы ложились красивой косичкой наши лицевые петельки для линышка нашего верхнего. И снова начинаю ряд вот здесь вот спицу с убавлением. 2 вместе вяжу лицевыми, дальше 6 петель по рисунку, это изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. И разворачиваю лицевые петельки и вяжу за дальние стеночки, 2 петли вместе одной лицевой, то есть делаю убавление. Снова следующий рапорт начинаю с убавления за переднюю стеночку. 6 петель по рисунку, это изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная и лицевая переношу для удобства. И заканчиваю рапорт. Я поворотом 2 лицевых петель, вот так вот, и вяжу за дальние стеночки 2 лицевые вместе одной петелькой. Смотрите аккуратненько при разворачивании, чтобы у вас не спускались петельки. И вот так вот за дальнюю стеночку вяжем 2 вместе лицевой. И последний у нас большой рапорт, как вы помните, поэтому будет 8 промежуточных петель по рисунку. 2 первые петли вяжу за передние стеночки лицевой, дальше у нас идет изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, это 4 петли, изнаночная лицевая 6 и изнаночная лицевая 8. А дальше разворачиваю 2 последние лицевые петельки вот так вот передними стеночками и за дальние вяжу 1 лицевую петлю, то есть убавление. Следующий шестой ряд, это четный ряд у нас. Поэтому мы там, где убавление, вяжем лицевые петельки, а промежуточные 8 петель на первом раппорте и на последнем вяжем по рисунку. На четырех средних раппортах ряда мы вяжем по 6 промежуточных петель по рисунку узора путанки. Седьмой нечетный ряд вяжем с убавлениями. Две первые петельки вяжем лицевыми за передние стеночки. Дальше у нас уже промежуточных на первом рапорте 6 петель. Вяжем лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная. 6 петель связали. Дальше у нас идут 2 петли вместе за дальнюю стеночку лицевой. Теперь у нас начало второго рапорта. Вяжем 2 петли вместе лицевой за переднюю стеночку. И дальше у нас 4 петли по рапорту. Мы вяжем их по рисунку, чередуя лицевая и изнаночная. И на следующей спице также довязываем лицевая и изнаночная петля. Теперь снова за дальнюю стеночку вяжем 2 вместе одной петлей лицевой. Начало следующего рапорта. Снова 2 петли вместе лицевой. 4 петли по рисунку. Это лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная. И за дальнюю стеночку довязываем убавление рапорта. одной лицевой петлей две петли вместе и снова начальные две петельки делаем убавление 4 петли по рисунку это лицевая изнаночная лицевая изнаночная и последние две петли раппорта вяжем за дальние стеночки одной лицевой в этом ряду я повороты для петель не делаю просто вяжу по рисунку дальше снова начальные две петельки я делаю убавление вместе вяжу две лицевые петли и снова лицевая изнаночная лицевая изнаночная и две петли за заднюю стеночку то есть на средних вот этих раппортах я вяжу промежуточные 4 петли по рисунку а на первом и последнем раппорте вяжу 6 петель по рисунку первые две петли вяжу вместе лицевыми за переднюю стеночку дальше 6 петель по рисунку лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и последние две петли ряда и раппорта я вяжу за дальние стеночки вместе одной петлей лицевой теперь у нас четный ряд четный ряд я вяжу по рисунку лицевая петля на добавление дальше у нас 6 петель по рисунку это изнаночная лицевая изнаночная лицевая и изнаночная лицевая и дальше у нас идут петли убавления поэтому вяжем лицевую петлю с одной стороны и лицевую петлю с другой стороны нашего клинышка и теперь 4 петли по рисунку изнаночная лицевая изнаночная лицевая и в конце рапорта у нас идет одна лицевая петля та, которая была петля убавления в предыдущем ряду. В девятом ряду снова делаем убавление в начале. Делаем сразу же убавление за передние стеночки. Дальше 4 промежуточные петли по рисунку. Изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. И снова разворачиваем нашу изнаночную, ну вот эту вот лицевую петельку перед убавлением. И вяжем убавление за дальнюю стеночку лицевой петлей. Снова изнаночную лицевую вяжем вместе за переднюю стеночку. И у нас уже получаются промежуточные 2 петельки. Это изнаночная петля и лицевая петля. И сразу же поворачиваем следующую петельку и вяжем убавление за дальнюю стеночку. Вот так вот разворачиваем петлю и вяжем убавление за заднюю стеночку. Одной лицевой и дальше сразу же идут у нас петли убавления. Вяжем лицевой петлей одной. И дальше изнаночная лицевая. Снова разворачиваем и вяжем петли убавления за дальние стеночки. То есть сейчас у нас идет чередование убавления 2 петли, убавления 2 петли. Но при этом правильно разворачивайте, вяжите первое убавление за передние стеночки, а второе убавление за дальние стеночки. И конечно же на последнем рапорте у нас также будет промежуточных 4 петли по рисунку, потому что там у нас на 2 петли в первом рапорте узора ряда и в последнем на 2 петли больше. Вот так вот чередуем убавление, изнаночная, лицевая, убавление за дальнюю стеночку и сразу же идет убавление за переднюю стеночку. Десятый четный ряд вяжем по рисунку, над убавлениями вяжем лицевую, а дальше лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная по рисунку и лицевая петля убавления. Снова лицевая петля убавления, дальше лицевая изнаночная и петля лицевая убавления. Вот так вот вяжем, чередуя петельки то по рисунку, то убавления. Промежуточных у нас уже всего лишь по 2 и на крайних у нас рапортах по 4 петли. В 11-м нечетном ряду продолжаем делать убавления. Сразу же в начале ряда, как всегда, делаем убавление, дальше вяжем 2 промежуточные петли, это лицевая и изнаночная. И сразу же вяжем за дальнюю стеночку изнаночную с лицевой вместе одной лицевой. И в начале вот здесь вот следующего рапорта сразу же вяжем убавление. То есть 2 петельки вяжем вместе за переднюю стеночку. И все, смотрите, у нас получается на средних рапортах не остается уже петель для того, чтобы провязывать по рисунку. А мы сразу же, сделав первое убавление в начале рапорта, делаем второе убавление сразу же в конце рапорта, но за дальние стеночки. Смотрите, начальные 2 петли мы вяжем за передние стеночки, как бы разворачивая в правую сторону. А вторые 2 петли, то есть конец рапорта, вяжем за заднюю стеночку. И вот так вот продолжаем делать сплошные убавления до конца ряда. То за переднюю стеночку, то за дальнюю. И в конце у нас остается, помимо убавления, лицевая и изнаночная петля. И за дальнюю стеночку вяжем изнаночную и лицевую последнюю петельку. То есть наше последнее убавление. Теперь четный ряд мы должны связать по рисунку, но я должна еще убрать вот эти вот лишние 2 петельки на первом и последнем рапорте. Поэтому в начале ряда я свяжу снова убавление. То есть, как я всегда поворачивала петельки за переднюю стеночку. Затем у нас идут, получается, изнаночная и лицевая, я также делаю убавление за дальнюю стеночку. То есть, как бы разворачиваю, делаю сразу убавление. Теперь у нас идет лицевая, я так и вяжу ее лицевой. Со второго клинышка лицевая, я так и вяжу ее лицевой. Снова лицевая, 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 лицевой. С одной стороны, с другой стороны, с третьей, с четвертой. И в конце доходим до последнего рапорта. Снова вяжем 2 за переднюю стеночку петельки и 2 за дальнюю стеночку в конце ряда. Вот так вот. То есть, у нас фактически сейчас остаются только те петельки, которые, вот они у нас провязаны на клинышке. То есть, смотрите, лицевая с одной, с другой стороны, с одной, с другой стороны. То есть, сейчас мы, получается, должны будем попарно провязать вот эти вот лицевые. Вот они у нас, первая пара лицевая в начале ряда лицевых. Дальше переносим лицевую и вяжем вторую пару. То есть, попарно вяжем у нас по 2 лицевые, так и вяжем по 2 лицевые вместе. Попарно. Я буду менять спицу, но при этом перехожу уже, наверное, на 3 спицы для удобства, чтобы мне было удобно вязать. Вот, вяжу попарно все абсолютно лицевые петельки этого ряда. Связав попарно, у нас осталось всего лишь 6 петелек. Поэтому эти 6 петелек нам нужно нанизать на рабочую ниточку. Есть два способа. Либо же крючком, либо же спицами. Я буду делать спицами. Я вяжу первую петлю лицевой ряда. Теперь возвращаю ее на левую спицу и постепенно на нее нанизываю вторую петлю. Затем откладываю спицу свободную в сторону и переношу петельку на следующую спицу. И с нее поочередно переодеваю сначала первую, потом вторую петлю. Снова беру эту же петельку и переношу на последнюю, третью спицу. Вот так вот. Свободную спицу я убираю с руки, чтобы не мешало. И дальше поочередно переношу пятую и шестую петлю на первую провязанную лицевую. Теперь подтягиваем. Можете переодеть этот оставшийся краешек на крючок и сделать две воздушные петли. Первую воздушную петлю затягиваем хорошо и вторую хорошо затягиваем. Теперь оставляем вот такой вот краешек ниточки, отрезаем и смотрите, что у нас должно получиться. Можете пока не отрезать краешек, лишь для того, чтобы сначала посмотреть, что у вас в итоге получилось. Смотрите, мы складываем на линии изгиба ровно посерединке резиночки нашей, ровно по центру. Складываем нашу шапочку. Посмотрите, чтобы у вас линия изгиба была со всех сторон вот так вот загнута. И теперь смотрите, у нас в итоге должна получиться такая вот аккуратненькая шапочка. Немножечко клинышки сейчас выделяются, но вы не обращайте на это внимания. На голове при придании объема у нас все здесь будет красивенько, ровненько, аккуратненько. Вот так вот. У вас должна получиться такая вот двойная шапка, посмотрите, теплая. И сейчас нам нужно красивенько соединить макушку и внутреннюю вот эту вот макушку соединить. То есть, чтобы у нас не вытаскивалась вот так шапка. Поэтому берем, отрезаем ниточку и вытаскиваем вот этот хвостик на изнаночную сторону сквозь. Обратите внимание, особое сквозь. Вот это полностью вязание вот в эту макушку. То есть, вот сюда. Либо же есть второй вариант еще. Начнем с того, что стянем вот это отверстие, а тогда лишь после этого вытащим тот краешек сюда на изнаночную сторону. Если вы помните, у нас здесь вот такая дырочка. Вот нам нужно ее спрятать. Для начала вденьте ниточку в иголочку и аккуратненько за полупетельки нанизываем поочередно вот эти вот петли нашей наборочной косички. Обратите внимание, чтобы вы не зашили внутреннюю часть внутренней шапочки. Вот так. То есть, нанизываем лишь только за вот эти полупетельки внешней стороны. Вот так. После того, как нанизали петельки, стягиваем. У нас затянулось вот это начальное отверстие. Посмотрите. И пока оставляем вот таким вот образом нашу ниточку на изнаночной стороне. То есть, на лицевой стороне донышко. Вот так. И теперь отрезаем вот эту ниточку и вытаскиваем вот сюда, к хвостику нашему, вот сюда, по серединочке, где мы только что стягивали наше отверстие, вот эту петельку. Или ниточку. То есть, не петельку, а отрезанную ниточку. Тянув хорошо крайнюю петельку, отрезав ниточку, мы находим в центре внутренней шапочки наше отверстие, которое мы только что стягивали. Вдеваем туда крючок и вытаскиваем крючок вот здесь вот, там, где мы стягивали нашу макушку внешней шапочки. И вытаскиваем ниточку с внутренней стороны шапочки. То есть, вот здесь вот на изнаночной стороне, точнее как, на лицевой стороне внутренней шапочки. И лишь после того, как убедившись, что с лицевой стороны, с нашей макушки все хорошо, то есть, здесь нет никаких погрешностей, все вам нравится, вытаскиваем на изнаночную сторону полностью этот хвостик, затягиваем и связываем узелком вместе с тем хвостиком, которым затягивали макушку внутренней шапочки. То есть, хорошо, хорошо, плотненько затягиваем узелок один раз и второй раз. И теперь вот эту ниточку нам нужно спрятать на внутрь шапочки. То есть, смотрите, мы вытаскиваем не на внешнюю сторону, а вовнутрь нашей шапочки. То есть, вот так вот, где-то приблизительно вытаскиваете крючок рядышком с хвостиками и вытаскиваем на внутреннюю сторону шапочки. Вот так вот. Вытаскиваем одну часть и ныряем, вытаскиваем вторую часть ниточки. Можете вот эти хвостики, которые вытащили на лицевую сторону отрезать, они нам абсолютно не нужны. А внутренние хвостики, которые у нас останутся, они будут с внутренней стороны самой шапочки. То есть, вот это можем отрезать. Хотите, можете так и оставить подлиннее. Они, может, не будут вытаскиваться. Так даже лучше, возможно, будет. Я, наверное, подлиннее хвостики оставлю с внутренней стороны. Вот так. Еще, чтобы было больше, скажем так, места им и пространства. И после этого отрезаю вот эти хвостики. Когда отрезаете хвостики, обратите внимание, чтобы не отрезали часть вашего вязания полотна. И вот, посмотрите, у нас получилась с внутренней стороны вот такая макушка и с внешней стороны вот такая макушка. И при этом уже не вытаскивается наша средняя шапочка. Еще раз хорошо все поправляем. Вовнутрь вкладываем нашу внутреннюю шапочку, уже хорошо так вот грани определяя. Она уже, макушка у нас закрепилась и с внутренней, и с внешней стороны. И нам остается лишь только закрепить вот эти вот грани. Теперь мы находим наш центральный маркер. Вот он он у нас. Спускаемся вниз и отмечаем этим маркером четко по центру снизу. После того, как я снесла маркер в начало нашего ряда вязания на изгибе резинки, то есть посмотрите, где мы меняли петельки, вот она у меня, я поставила маркер на изнаночную петлю, и начну отсчитывать петельки с лицевой стороны. А что я буду отсчитывать? Смотрите, нашу общую окружность головы нужно поделить, общее количество петелек, на 5 равных частей. Смотрите, у нас общее количество 88 петель. Нам нужно поделить их на 5 равных частей, одной из которых будет задняя часть, одна часть, затем первое ушко, второе ушко, это уже 3 части мы забрали, и 2 части у нас пойдут на перед, то есть на окошко для личика. Смотрите, так как 88 на четких 5 частей не делится, получается 17,6, то мы 4,4 забираем, получается, с передней части, то есть мы забираем на заднюю часть 18 петелек у нас будет вместо 17 и 6, так как это, скажем, не делится, это не четкое количество петель, если бы было бы 17 целых, то это было бы вполне хорошо, но так как 17,6 и 6 десятых, как вы поняли, это больше, чем половина, то я забираю эту меньшую половину с передней части, то есть забираю целую, делаю петлю. 18 петель у нас пойдет на заднюю часть, точно так же 17,6 на ушко мы не можем никак сделать, мы возьмем снова 1,4 часть на ушко с переда, то есть тоже будет у нас на ушко первое 18 петель, второе аналогично первому, забираем снова 4,4 с переда и забираем 18 петель на второе ушко, то есть у нас получается уже вместо 17,6 мы забрали 3 части по 18 петель, и на переднюю часть, если мы уберем 3 раза по 18 и 3 раза по 0,4, то у нас на перед остается 34 петли, то есть если мы сейчас прибавим 18,18,36 и 34, это получается 70 петелек, и 18 это 88 петелек, то есть смотрите, вот таким вот образом мы сейчас будем вязать наши ушки, но для того, чтобы вязать ушки, нам нужно определиться, задняя часть, вот это наша 18 петелек, это петли наши 9 в одну сторону и 9 во вторую сторону, то есть маркер ровно по центру задней нашей стороны, сейчас отсчитываем 9 петель в одну сторону, ставим маркер и 9 петель в другую сторону, ставим маркер, в 18 центральной петле у нас сейчас стоит маркер, отсчитали 9 влево, вот смотрите, получается у нас первая лицевая, дальше изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, и в лицевую я вставила маркер, а теперь можете от маркера, можете от этого 9, а можете от вот этого 18, то есть я буду считать отсюда, Лицевая и изнаночная 2, дальше лицевая и изнаночная 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18. Вот она наша лицевая. И мы сейчас в эту лицевую перенесем маркер. Я беру этот центральный, мне он уже не нужен. Мне центр абсолютно уже не нужен. Мне важны те маркеры, которые мы сейчас с вами отметим. Вот я ставлю в эту лицевую нашу отметочку. Вот так. Все. Мы отметили центральные 18 петель сзади. И теперь от этих центральных 18 петель мы и будем распределять ушки. А то, что останется, у нас пойдет наперед. То есть абсолютно здесь обычно делят, я видела, пятью маркерами. Здесь ничего не нужно делить. Смотрите. Берем одну сторону. Я возьму удобную для меня сторону, где у меня с правой стороны будет маркер. И спицы те, которыми мы вязали внутреннюю шапочку и резиночку. То есть поменьше. И начинаю, смотрите, находить вот эти вот петли, где мы меняли для изгиба. То есть смотрите. Вот она первая у нас изнаночная. Вот она у нас. Дальше идет лицевая. Дальше снова идет изнаночная. И идет лицевая. Но смотрите. При перемене у нас получается над лицевыми вот они изнаночные петли. А над изнаночными петлями вот они лицевые петельки. Вот смотрите. Нам нужно над лицевой петлей, посмотрите, очень четко вот она петля подхватывается. И с изнаночной стороны, ой, с изнаночной петли вот она тоже петля подхватывается. То есть мы четко хватаем ту линию изгиба нашей резиночки. Вот смотрите. Одна петля, вторая петля, одна петля, вторая петля. То есть там, где у нас переход был резинки из одной стороны в другую. И я подхватываю 18 вот этих вот петелек. То изнаночная, то лицевая, то изнаночная, то лицевая. И нам нужно нанизать 18 петель. 2, 4, 6, 8, 9. И я дальше нанизываю. Изнаночная, 10, лицевая, 11, изнаночная, 12, лицевая, 13. Дальше 14, 15, 16, 17 и 18. Вот они, 18 наших петель. Но мне кажется, что, смотрите, для ушка это, возможно, немножечко узковато. У нас немножечко уменьшится вот это расстояние ушка и будет где-то вот такое. Вот мне кажется, что ушко узковатое. То я возьму, захвачу ту петельку, в которой маркер. То есть это получается 19 петелька. И еще с этой стороны лицевую петлю. Это 20 петелька. То есть, смотрите, я захватила, получается, с задней стороны одну петлю и с передней стороны одну петлю. И набрала на спицу, обратите внимание, без ниточки рабочей. Просто нанизала на изгибе нашем переходе петелек из одной стороны в другую сторону. 20 петелек. И точно так же я сделаю в эту сторону. Для удобства можете развернуть тоже, чтобы маркер у вас был с правой стороны. Так удобнее. Хотите, можете отсчитать сюда 18 петелек, даже 19. И нанизать 19 петельку вместе с этой петелькой, в которой маркер. То есть, если вам так удобно. Я буду нанизывать с другой стороны. Итак, первая петелька, где маркер. Дальше вторая петелька. Тут четко их видно. Просто здесь у меня ворсинистая ниточка. И из-за этого немножечко вам кажется, что куда я вдеваю вот эту спицу. И смотрите, на спицу меньшего размера мы нанизываем петельки. У нас четко видны переходы. И поэтому по этим переходам, по крайним петелькам, я набираю с обеих сторон, от маркера и до маркера, по 20 петелек. Вот она наша петля. Одна, вторая, третья, четвертая. И вот так вот нанизываю петельки. Пока у меня на второй спице не станет так же 20 петель. И посмотрите, у нас остаются вот они, передние петли, которые мы не трогаем. И с задней стороны петли, которые мы также не трогаем. Хотите маркеры вытащите, но я провязав ушки, тогда уже буду вытаскивать. Сейчас пока они, возможно, мне будут ориентировка, где у меня задняя сторона, где у меня передняя, чтобы я тоже не запуталась. Вот, потому что ниточка ворсинистая, я могу смело перепутать, где у меня какая сторона и где у меня начало, конец вязания ушка. В общем, вот так вот на две спицы я распределяю по 20 петелек. Итого у меня с передней стороны остается, получается, 32 петли, потому что мы две забрали. И с задней стороны, если так вот посмотреть, то 16 петель, потому что мы забрали из 18 еще по две петли. Вот так вот, мне кажется, более или менее достаточно для ушка. Здесь я еще донабираю две петли, у меня здесь 20 петелек, я считала. Вот сейчас я наберу 21-ю, 22-ю. И все. Вот они наши петли переда, петли задней части и два ушка, как мы распределили на нашем листике, где делали расчет на 5 частей. И перед тем, как вязать ушко, нам нужно проверить, правильно ли мы отсчитали петельки. Смотрите, лицевая и изнаночная 2, дальше лицевая и изнаночная 4, лицевая и изнаночная 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. И закончились у нас петельки изнаночные, вот здесь вот. Смотрите, так как мы вяжем справа налево, то нам это удобно. А с другой стороны, если мы посмотрим, то смотрите, у нас получается изнаночная лицевая, изнаночная лицевая 4, изнаночная лицевая 6, дальше 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. То есть у нас заканчивается лицевой. Вот подвиньте на одну петельку, вот так смотрите, чтобы у нас первая была лицевой, то есть дальше набираем как бы 21 петельку, а здесь первую петельку возле маркера спускаем. То есть нам нужно для удобства вязания ушка, чтобы первая была петелька лицевая на резинке. И таким образом у нас получается подвинулись петли с задней стороны на одну петлю, и здесь у нас получается на одну петлю стало еще меньше на передней части. Это как бы для удобства вязания, и плюс я вам говорила, что возможно вам сейчас покажется, что ушки широкие, но у нас вязание немножечко еще его сузит. Поэтому, чтобы слишком не были узкие наши, скажем так, ушки, в общем, чтобы не были узкие, я решила все-таки добавить 20-е эти петельки. И вот смотрите, вот для окошка у нас достаточно места, и для задней стороны достаточно места. Хотите, можете с задней стороны убрать, но окошко у вас тогда будет шире. Мне кажется, что вот для такого, скажем, небольшого размера, то этой, в общем, стороны передней более чем достаточно. И теперь начинаем вязать наше ушко. Берем вторую спицу, тоненькую, тоненького размера, и нашу рабочую ниточку. Берем вот хвостик, находим, и начинаем присоединять. Смотрите, мы уже с начала первого ряда будем присоединять ниточку вот здесь вот за лицевую петельку. Нам лицевую нужно будет всегда вязать лицевой. Хвостик я пока оставляю, он мне не нужен, и я его не закрепляю. Я его закреплю в третьем ряду вязания ушком. И теперь смотрите, вторая петля у нас идет изнаночная. Она так и будет у нас изнаночной, но изнаночную мы не будем провязывать. Ниточка перед работой, изнаночную снимаем, и нить, смотрите, протянутая перед работой. Мы накида не делаем. Дальше слово у нас лицевая, мы вяжем ее лицевой. А изнаночную мы снимаем непровязанной, нить перед работой. И так и спускаем ниточку перед работой, не делая накид. Повторяем. Лицевая, изнаночную не провязываем, ниточка остается перед работой. Лицевая, изнаночную не провязываем, а спускаем ее просто. И ниточка рабочая перед петлей. Лицевая, изнаночную спускаем, нить перед работой. Лицевая, изнаночную спускаем, нить перед работой. Лицевая, изнаночную спускаем, нить перед работой. И лицевая, и изнаночная кромочная, последняя петля, у нас вяжется изнаночной. Теперь поворачиваем на изнаночную сторону, то есть как бы на внутреннюю сторону. И смотрите, первую петлю мы снимаем непровязанной и во всех последующих рядах мы будем первую снимать непровязанную. Дальше у нас идет изнаночная по рисунку. Мы изнаночные не вяжем, мы изнаночные спускаем на правую спицу нить перед работой. Лицевую за переднюю стеночку мы вяжем лицевой. Дальше снова изнаночная, нить перед работой мы ее спускаем. Обратите внимание, чтобы не делали накида, нам прибавлять петельки не нужно. Снова лицевая вяжем лицевой, изнаночную спускаем, нить перед петлей. Лицевая, 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 изнаночную спускаем, лицевая, изнаночную спускаем. Лицевая, изнаночную спускаем. Дальше лицевая и кромочная последняя петля у нас изнаночная. Немножечко подтяните вот этот хвостик, который вытащился и поворачиваем на лицевую сторону. Это третий ряд. У нас получается нечетные ряды это внешняя сторона, четные ряды это внутренняя и изнаночная сторона. Теперь берем вот этот хвостик наш, который мы только что подтянули и вместе с рабочей ниточкой мы сейчас третий ряд провяжем. Вот этот завязав хвостик, кромочную снимаем не провязываем, дальше у нас идет изнаночная, нить перед работой, изнаночную снимаем не провязываем. Дальше идет лицевая, лицевая вяжем за две ниточки, снова изнаночную не провязывая, нить перед работой снимаем, лицевая, лицевой, изнаночную снимаем, лицевая, лицевой, нить перед работой, изнаночную снимаем, лицевая, лицевой. Дальше я бросаю вот этот хвостик наш и дальше продолжаю вязать только одной рабочей ниточкой. Изнаночную спускаем, лицевую вяжем, изнаночную спускаем, лицевую вяжем, изнаночную спускаем, лицевую вяжем, изнаночную спускаем, лицевую вяжем, изнаночную спускаем, лицевую вяжем. Кромочная у нас петля вяжется изнаночной и только кромочная последняя петля мы вяжем изнаночной. Все остальные петли мы не вяжем. И посмотрите, как у нас уже сузилось с вот такого расстояния, где мы набирали 20 петелек, и вот сейчас какое у нас ушко. То есть у нас сузилось где-то на 1 четвертую точно, может даже на 1 третью почти. И вот таким вот образом мы продолжим вязать ушко, и благодаря этому оно у нас получится такое вот двойное плотненькое. То есть смотрите, мы лицевые петли вяжем там, где лицевые, а изнаночные снимаем, не провязывая, ниточку оставляем перед работой. Не делайте накиды для того, чтобы не увеличить наше ушко. Просто ниточка перед работой остается как бы такой вот перегородкой перед изнаночной. А с другой стороны снова лицевые вяжем лицевыми, а изнаночные снимаем не провязанными. И теперь смотрите, нам нужно вот таким вот образом провязать прямыми обратными рядами, чередуя. Сейчас мы провязали и закончили третий ряд вязать, он у нас лицевой. Дальше поворачиваем на изнаночный ряд и вяжем четвертый изнаночный ряд, дальше пятый лицевой, шестой изнаночный, седьмой лицевой, восьмой изнаночный, девятый лицевой, десятый изнаночный и одиннадцатый лицевой. И лишь в двенадцатом ряду мы с вами продолжим вязание. То есть точно так же, как мы сейчас провязали три ряда. Дальше вяжете самостоятельно четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый ряд. То есть восемь рядочков без изменения. Просто лицевые вяжем лицевыми, изнаночные снимаем непровязанными. И дальше в изнаночном двенадцатом ряду мы с вами продолжим вязание. Связали одиннадцатый рядочков и в двенадцатом ряду в конце мы сделаем одну убавочку. Поэтому кромочную снимаем, дальше вяжем по рисунку. Изнаночную снимаем, нить перед работой лицевую вяжем. Изнаночную снимаем, лицевую вяжем. И вот так вот доходим до двух последних петель. Это петля ряда и кромочная последняя петля. Вот до двух петель последних ряда. У меня предпоследняя лицевая петля, поэтому я так и вяжу ее лицевой. Дальше кромочную не провязывая, возвращаю лицевую обратно на левую спицу. И одеваю кромочную на последнюю лицевую. Дальше возвращаю петельку обратно на правую спицу. И таким образом мы перекидыванием последней кромочной петли на предпоследнюю провязанную лицевую убавили одну петлю. Теперь у нас получается девятнадцать петель в ряду. Кромочную снимаем. Получается это тринадцатый лицевой ряд. Дальше у нас лицевая вяжем, изнаночную снимаем, лицевую вяжем, изнаночную снимаем. До двух последних петель тринадцатого ряда лицевого. В лицевом ряду мы также сделаем убавление. Вот смотрите, у нас идет последняя петля лицевая и кромочная петля ряда. И теперь смотрите, мы просто две петли, заводя за кромочную петлю, вяжем вместе одной лицевой петлей. То есть смотрите, еще раз повторяю. За кромочную заводим спицу, захватываем рабочие нити, сквозь две петли вяжем одну лицевую. То есть таким образом убавили петельки. Смотрите, мы сейчас находимся с вами в лицевом, вот здесь вот, посмотрите, ряду, там, где у нас внешняя часть шапочки. Вот на внешней части шапочки мы всегда будем две последние петли вязать вместе лицевой. А с изнаночной внутренней стороны ушка мы будем вязать вот эту вот последнюю петлю ряда по рисунку и на нее накидывать кромочную непровязанную. Ну, сейчас по ходу вязания 14 изнаночного ряда мы будем, получается, вязать по рисунку и повторять 12 ряд. Кромочную снимаем, дальше у нас лицевую вяжем, изнаночную снимаем, лицевую вяжем, изнаночную снимаем, лицевую вяжем. И вот так вот до двух последних петель ряда, до последней петли ряда и кромочной петли, которая у нас в конце. смотрите итак у нас получается остается изнаночная петля и кромочная мы изнаночную вяжем изнаночной нить перед работой посмотрите у нас получается спица с последней кромочной петлей остается за работой возвращаем петлю обратно вот эту вот ниточку рабочую на себя натягиваем и кромочную одеваем на провязанную изнаночную и подтягиваем петельку возвращаем на правую спицу теперь разворачиваем другой стороной лицевой и получается сейчас вяжем 15 ряд как 13 кромочную снимаем изнаночную снимаем не провязанной лицевой вяжем изнаночную снимаем лицевой вяжем лицевую изнаночную снимаем обязательно нить перед работой все как всегда то есть по рисунку сейчас вяжем и смотрите так как это у нас лицевая сторона, посмотрите наше лицевое вязание внешнее, то мы просто две последние петли вяжем вместе одной лицевой, заводя за кромочную петлю. Теперь объясню, почему мы, получается, провязываем с лицевой стороны две последние петли, а с изнаночной стороны мы провязываем предпоследнюю петлю и на нее одеваем кромочную. Потому что у нас по краям должны ложиться красивые такие вот кромочные косички. Если мы будем каждый раз провязывать две последние и с лицевой, и с изнаночной, то у нас, получается, нарушается рисуночек. И точно так же, если мы будем в лицевом ряду предпоследнюю провязывать по рисунку и одевать на нее кромочную, точно так же у нас будет нарушен рисуночек. Вот чтобы он не нарушался, мы будем с лицевой стороны всегда вязать две последние петли вместе, а с изнаночной стороны делать перекидывание петельки. Вот так я буду уменьшать количество петель, тем самым уменьшая наше ушко по размерам. Поворачиваем на изнаночную сторону, внутреннюю ушко наше. И теперь у нас 16 ряд. Вяжем его, повторяя 12 ряд. Кромочную снимаем, дальше изнаночную снимаем, не провязанную лицевую вяжем. Изнаночную, не провязанную лицевую вяжем. И вот так вот вяжем по рисунку до двух последних петель. И смотрите, у нас получается предпоследняя лицевая, поэтому вяжем ее лицевой, возвращаем к последней кромочной и кромочную одеваем на лицевую. Затем лицевую эту возвращаем на правую спицу. И снова уменьшили внутреннее наше ушко, то есть внутреннюю часть, на одну петлю. Разворачиваем на внешнюю часть и сейчас по счету 17 лицевой ряд. Мы будем вязать его как 13. Кромочную снимаем, дальше лицевую вяжем лицевой, изнаночную снимаем, лицевую вяжем, изнаночную снимаем до двух последних петелек. И так как это у нас лицевая сторона, то мы просто провяжем две последние петли вместе одной лицевой, заводя за кромочную петлю. Независимо от того, какая петля предпоследняя перед кромочной. Вяжем две вместе одной лицевой и снова уменьшили на одну петлю с лицевой стороны внешней ушко. Вот так я буду убавлять в конце каждого ряда то с лицевой, то с изнаночной стороны с лицевой по одной петельке. И дальше, смотрите, нам нужно уменьшать до тех пор наше ушко, пока не останется 4 петельки. То есть мы уменьшаем, уменьшаем вот эти наши оставшиеся петельки в каждом ряду по одной петле в конце ряда. И я вам потом покажу, как нам нужно будет уменьшить вот эти 4 последние оставшиеся петельки на спице. То есть сейчас вы пока уменьшаете, а там немножечко придется поменять систему для того, чтобы красивым и ровным краем закончить уголочек. Итак, убавили до 4 последних петелек и я сейчас на внутренней стороне ушка. Первую петлю снимаю непровязанную, дальше у нас идет изнаночная и лицевая. Я вяжу вместе одной лицевой, заводя за лицевую петлю. Затем я первую кромочную петлю одеваю на это убавление, то есть переношу. Возвращаю на левую спицу вот эту нашу перетянутую убавочку, то есть на нее одетую кромочную петлю. Теперь одеваю с этой стороны на эту убавочку кромочную петлю. Теперь смотрите, для удобства можете перенести вот эту воздушную петельку, которая у нас в итоге получилась, последняя петля после убавления, на вот эту удобную для нас, скажем так, штучку инструмент крючок. И теперь делаем, смотрите, две воздушные петли, хорошо затягиваем первую, вторую, вытаскиваем ниточку и отрезаем. Вот получилось у нас вот такое вот замечательное ушко. Но смотрите, если вам кажется, что ушко коротковатое, либо слишком узковатое, как на ваш взгляд, можете увеличивать количество петелек. Допустим, не 20, а 22. Но при этом смотрите, чтобы у вас начиналось ушко с лицевой петли обязательно. И смотрите, если вам кажется, что коротковатое, то, соответственно, вяжете не до 11 лицевого ряда, без вот здесь вот изменений, а, к примеру, до 13. И начинаете убавление первое делать не в 12 изнаночном ряду, а в 14, то есть на 2 ряда ниже. И у вас тем самым увеличится количество рядочков и увеличится ушко, скажем, в длину. Второе ушко мы будем делать аналогично первому. При этом нам нужно спрятать вот этот хвостик, чтобы он нам не мешал. Я его сейчас отрезаю. И смотрите, что я делаю. Я прячу его во внутреннюю сторону ушка, то есть я прячу его не по косичке. А смотрите, если вы вот так вот оттянете ваше ушко, то оно у вас вот двойное, посмотрите. То мы где-то посерединке, неважно, с лицевой, с изнаночной стороны, с внешней, внутренней, продеваем крючок так, чтобы ни с внешней, ни с внутренней стороны не было видно его. И теперь захватываем вот этот кончик ниточки и протягиваем во внутреннюю сторону ушка. Можете его вытащить. Вот так вот хорошо подтягиваем. И ненужный краешек ниточки также можем отрезать, то есть чтобы его не было видно. Хотите, можете отрезать, а можете его дальше вот так вот продеть в наше ушко. И вот посмотрите, его не видно абсолютно. Можете отрезать, можете продеть. Получается такое аккуратненькое ушко и сюда лишь останется вдеть вам жгутика для того, чтобы сделать завязочки на ушки. Точно так же с другой стороны мы берем, поворачиваем нашу спицу, где набранные 20 петелек. Берем рабочий хвостик, который мы отрезали только что и точно так же смотрим. Смотрите, начинается с лицевой, мы с вами проверяли. Вот они 20 петелек. Захватываем рабочую ниточку и начинаем. Первая лицевая, вторая снимаем непровязанная, изнаночная ниточка перед работой спускаем. Снова лицевая, ниточка перед работой спускаем непровязанной. Лицевая, ниточка перед работой спускаем непровязанной. Лицевая, ниточка спускаем. Лицевая, ниточка спускаем. То есть точно так же мы продолжаем вязать нашу вторую сторону, как и первую. Хотите, можете включить видео на начало провязывания ушка и посмотрите, у нас получается как бы непрерывное вязание. С внутренней стороны все очень аккуратненько. Если вы помните, у нас здесь вот он оставался, хвостик при завязывании в третий ряд нашего вот здесь вот наборочного хвостика вот этого. Мы можем точно так же во внутренней стороне его продеть где-то посерединке ушка. То есть, чтобы он нам не мешал, при носке не вытащился. Вот так вот прячем его. У меня здесь длинный кончик, поэтому я его все-таки отрежу. Мне не хочется, чтобы он по ходу, скажем так, носки изделия вытаскивался. Вот, посмотрите, у нас теперь окончательно все убрано и красивенько. Вторую сторону я точно так же буду делать, смотрите, провязывая, чередуя лицевая и изнаночная снятая, лицевая и изнаночная снятая до 11 ряда. В 12 изнаночном ряду я начну убавление в конце каждого ряда. И точно так же с внешней стороны я буду провязывать убавление последние две петли в конце ряда, провязывать вместе. А с изнаночной стороны, с внутренней стороны ушка я буду провязывать предпоследнюю по рисунку лицевую, лицевую, изнаночную, изнаночную и на нее одевать кромочную последнюю петлю. У меня будет не нарушен рисуночек по бокам, то есть будут красивые вот такие вот косички ровные, аккуратненькие. И точно так же сделаю убавление до 4 петелек и затем провяжу по серединке убавление, на нее одену кромочную, одну и вторую. Вот, все, в принципе, прячем краешек и одеваем жгутики. Есть отдельное видео там, как сделать жгутики и я буду делать жгуты точно так же. Ниточка у меня будет в несколько сложений, потому что очень тоненькая, посмотрите. То есть, пожалуй, где-то я буду в 3 сложения, а то и 4 делать жгутики, то есть, чтобы не совсем узенькие. Наверное, в 3-4, вот, вот так вот, где-то у меня будет жгутик, даже шире, наверное, может даже в 4 сложения. Вот, я пока подумаю, делать буду второе ушко самостоятельно. Думаю, что вы здесь справитесь, кто не справится, включайте видео там, где мы делали первое ушко. В общем, заканчиваем с ушками для ушек ребенка, а затем приступим к ушкам уже непосредственно декорированию шапочки. А также не забывайте, что последняя петля всегда кромочная у нас изнаночная и в лицевом, и в изнаночном ряду, а первая снимается непровязанной. Итак, после того, как связали наши два ушка, снимаем маркеры, все ниточки вытаскиваем, все краешки прячем. Вот у нас получилась готовая такая основка шапочки. И теперь присоединяем вот такие жгутики. Я оставила ссылочку под описанием, смотрите ниже, как сделать жгутики. И все-таки решила сделать в три сложения ниточку. То есть при соединении у нас получилось шесть вот таких вот краешек ниточки. То есть три и три. И смотрите, на краешке у нас на втором, на одном кисточка у нас такая получается, а на втором петелька. Вот мы немножечко прираскручиваем эту петельку, берем ушко внешней стороной и находим где-то здесь вот серединку. Вот так вот. Между четырьмя петельками с одной стороны, четырьмя с другой. Вот так вот на уголочке, где-то сантиметр, можете чуть меньше от края. Теперь вводим крючок, подтягиваем вот эту петельку нашу и сквозь петельку продеваем полностью весь жгутик, со второй стороны которого кисточка. И затягиваем. Затягиваем хорошо, максимально туго, расправляем, поправляем. Особенно если у вас ниточки не ворсинистые, как у меня, то чтобы у вас было четко на уголке ушка жгутик расположен. И получилось вот так вот замечательно. Он никуда у вас не денется и тем самым спрятался уголочек конца вязания нашего ушка. Все, основка наша готова. Вот он наш перед, вот он наш, скажем так, задняя часть зад и затылочек. И теперь смотрите, мы на эту основку начинаем делать ушки, бантик, ну то есть как бы украшать. Для ушка я возьму ниточку розового цвета и крючок. И начинаю вязать по схемке. Я вот так вот набросала, но кому непонятно, извините. Смотрите, мы сейчас набираем две воздушные петли, потом вяжем столбик без накида. В него пять столбиков с накидом, три петли подъема заменят первый столбик. И затем постепенно-постепенно от вот этого уголка начнем делать расширение. Крестики вот такие у меня, скажем так, высокие, на высоких палочках это столбики с накидом. Крестики иксы маленькие такие вот, это столбики без накида вот в начале. И здесь вот, чтобы как бы закруглить наше ушко. Вот такие перечеркнутые палочки это столбики полустолбики, то есть неполные. И вот эти вот наши галочки по краям, это расширение прибавки по два столбика с накидом в первую и последнюю петельку рядом. То есть обратите внимание, что у нас полностью в каждом ряду будут по краям каждую петельку, последнюю и первую, по прибавочке. Итак, начинаем вязать. Делаем две воздушные петли. Для начала сделали закрепительную петельку, а затем еще две воздушные петли. Дальше во вторую петельку от крючка делаем один столбик без накида. Вот он он у нас. Теперь делаем три петли подъема. Один, два, три. И разворачиваем вязание. Вот в эту вот петельку, среднюю, где столбик без накида, мы вяжем четыре столбика с одним накидом. Один в эту же петельку второй столбик, в эту же петельку третий и в эту же петельку четвертый. Три воздушные петли подъема в начале ряда заменили нам первый столбик. Дальше снова делаем три воздушные петли подъема и разворачиваем вязание. В эту же петлю основания цепочки вяжем один столбик с одним накидом. То есть сделали как бы прибавление в начале ряда. Дальше вяжем над вторым столбиком столбик с накидом. Над третьим столбиком три столбика с накидом в одну петлю. Вяжем первый столбик сюда, второй и третий. Дальше над четвертым столбиком столбик и над последним столбиком прибавление. Вот вяжем над четвертым столбиком столбик и в три воздушные петли подъема в третью петлю вяжем два столбика с накидом, то есть прибавление и в конце ряда. Вот так мы связали первый, второй и третий ряд. Для четвертого ряда делаем три воздушные петли подъема. Один, два, три. И поворачиваем вязание. В петлю основания цепочки вяжем столбик с одним накидом. Сделали прибавление, а дальше над каждым столбиком до последнего столбика вяжем по столбику с накидом. Всего получается семь столбиков с накидом. Первый столбик во вторую петлю, второй столбик в третью петлю, дальше четвертый столбик, пятый, шестой, седьмой. Два, четыре, шесть и седьмой. Я не довязала седьмой, я посчитала вот эту галочку. Связали семь столбиков и в третью петлю подъема воздушной цепочки в конце ряда вяжем два столбика с накидом в одну петлю. То есть делаем в конце ряда прибавление. Дальше делаем три воздушные петли подъема и снова вяжем галочку нашу. Один, два, три и поворот. В петлю основания довязываем столбик с накидом. Снова в каждую петельку вяжем по столбику с накидом. Получается уже в четвертом, как в пятом ряду, уже девять столбиков с накидом. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий, в следующую петлю четвертый столбик, далее пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый столбик. Так, связали девять столбиков и дальше в последнюю петельку вяжем наши два столбика с накидом в третью петлю подъема, то есть прибавление в конце ряда. Далее делаем три воздушные петли подъема. Один, два, три и поворачиваем наше вязание. В петлю основания цепочки вяжем еще один столбик с накидом. Затем вяжем над следующей петелькой столбик с накидом, далее вяжем два полустолбика, делаем накид, петельку ныряем, захватываем рабочую ниточку и захватывая рабочую ниточку сквозь три петли вяжем полустолбик. Снова накид, петельку ныряем, захватываем рабочую ниточку, а затем еще раз захватываем рабочую ниточку и сквозь 3 петельки на крючке пропускаем рабочую нить. Так связали 2 полустолбика, дальше 5 столбиков без накида. В следующую петельку вводим крючок и первый столбик вяжем, второй, третий, четвертый, пятый. И зеркаль на первой стороне делаем накид, вяжем полустолбик с накидом, снова делаем накид и во вторую петельку вяжем второй полустолбик с накидом, далее 1 столбик с одним накидом и прибавление. В третью петлю подъема вяжем 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Связали ряд, теперь делаем последний ряд. Для этого поднимаемся на 3 воздушные петли подъема вверх и вяжем в петлю основания еще один столбик с накидом. Сделали прибавление, дальше вяжем 1 столбик с одним накидом. Дальше 2 полустолбика подряд, в одну петельку 1 полустолбик и во вторую петельку 2 полустолбик с накидом. Дальше вяжем 7 столбиков без накида подряд, первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. И зеркально первой стороне вяжем 2 полустолбика с накидом, первый полустолбик, в следующую петлю второй полустолбик, дальше столбик с одним накидом и 2 столбика с одним накидом в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда, то есть прибавление. Теперь делаем одну воздушную петлю, затягиваем ее хорошо и все, наше ушко готово. Такие детальки нам нужно сделать 2 штучки для внутреннего ушка и 2 штучки с сиреневым цветом нашим основным, которым мы вязали нашу шапочку. Точно так же я буду делать и внутреннее и внешнее ушко одинаково. Затем сложив вместе 2 детальки, вот так вот, буду обвязывать столбиками без накида, полностью вот здесь вот по всем сторонам. Хотите, можете нижнюю не обвязывать, но в принципе лучше бы обвязать хотя бы первый ряд. Я буду обвязывать двумя рядами столбиков без накида, при этом в этот уголочек, вот в этот верхний уголочек и в нижний уголочек буду вязать по 3 столбика без накида. То есть как бы такие вот мнимые закругления. Но обязательно внешняя сторона должна быть у вас сиреневого цвета, внутренняя розового цвета. Вот так вот. И обвязываем столбиками без накида ниточкой сиреневого цвета или основного цвета, который у вас. Для бантика все же гораздо проще. Мы берем на спицы меньшего размера, которыми вязали резиночку, набираем 12 петелек и вяжем обычной резиночкой 1 на 1. То есть чередуем кромочная, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И в конце вяжем кромочную. То есть смотрите, из 12 петелек, можете набрать 10 петелек, если вам хочется поуже. У меня получилась ширина моей ленты 3,5 см и длина 8 см. То есть хотите, можете сделать уже, хотите, можете сделать шире, длиннее, короче и так далее. Затем я буду складывать вот так вот, как бы сложить сначала пополам. А затем к этой серединке одну часть возвращаете и вторую. Я введу ниточку краешек в иголочку. Я специально оставила подлиннее краешек. Затем вот так вот согну наш бантик. Вот так вот. И буду обматывать хорошо, 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 затягивая ниточку. Вот так вот затягивая наш бантик. И у нас получатся намотанные ниточки на бантик. Вот так вот. И в итоге получится вот такой замечательный бант. Хотите, можете побольше ниточек намотать. Хотите, можете поменьше. Здесь уже дело вкуса. Вот. Но обязательно закрепите. Сначала хотите, можете шить вот эти два края сначала. Затем, скажем так, стянуть. Хотите, можете непосредственно уже к этой стороне пришить вот эти две, скажем так, части. Ну, в принципе, для чего я делаю здесь шов со внутренней стороны? Для того, чтобы при наматывании ниточек у нас спрячется та, скажем так, задняя сторона, где будет шовчик. Если же мы просто бы сложили вот так вот пополам, как первоначально я вам показала, и затем сделали бантик посередине, то вот она у вас такая вот некрасивая бы сторона была. Вот чтобы этого не было, я его спрячу на внутреннюю сторону. Вот так. И вот с вот такого вот бантика у меня и будет состоять украшение. Хотите, можете бантик заменить на атласный, но, честно говоря, после стирочки шапочки у вас этот атласный бантик будет очень такой помятый, не очень красивый. Вот чтобы этого не было, я все-таки рекомендую вам связать. Если же хотите, то можете связать крючком ленту, затем обвязать столбиками без накида и все-таки точно так же завернуть. То есть, если вам удобно крючком, а не спицами, можете связать столбиками с накидом, без накида, то есть уже дело вкуса. Или кому как удобно, кто как знает. Хотите, можете связать узором рис 10 петелек, то есть которым мы вязали основную шапочку. А затем снова точно так же свернуть и сделать бантик. Тогда у вас будет узор на шапочке и на бантике идентичный и тоже будет, в принципе, как на мой взгляд, красиво. Нам главное сейчас сделать ушки, внешние и внутренние, для того, чтобы вот так вот можно было пришить. Они у вас будут уже тогда объемные, красивенькие, обвязанные и в итоге останется только присоединить бантик. Все, делаем ушки, обвязываем столбиками без накида, я думаю, что здесь каждый может обвязать. И тогда пришиваем наши ушки непосредственно к самой основке шапочки. Я решила один ряд столбиков без накида обвязать само ушко треугольничком внутреннее и внешнее, а затем всего одним рядом столбиков без накида обвязать уже по готовым обвязанным столбикам. То есть мне показалось так более аккуратно. И пришила вот такими вот аккуратненькими стежками вот с двух сторон. Желательно перед тем, как пришивать ушко, вдоль вот так вот, где будете пришивать ушко, ну на ваше усмотрение. Так вот, я приблизительно посерединке шапочки вот так вот решила пришить ушки. Прошейте сквозь основу, то есть вот эту нашу внутреннюю шапочку и внешнюю шапочку, буквально несколько стежков, скажем так, прокалывая две стороны двойной шапочки. То есть для того, чтобы у вас ушко, скажем, держалось плотненько, вам нужно сначала немножечко внутри прошить две шапочки. То есть как бы шить внешнюю и внутреннюю шапочку. И ушко тогда будет у вас держаться и будет, скажем так, не ходить по самой шапочке. Если вы пришьете только за внешнюю шапочку, то у вас будет неплотно держаться ушко на шапочке. С одной стороны и с другой стороны. Затем я пришила бантик и украсила брошкой. Вот, для того, чтобы разгладились немножечко наши вот эти вот шовчики, где у нас, скажем, шапочка была убавления макушки, можете натянуть на что-то объемное. Это может быть манекен, шарик, банка даже самая обычная и немножечко принамочить. И вот эти вот у вас, скажем так, стыки убавлений, вот, немножечко разгладятся. То есть, в принципе, это ничего не мешает. Когда оденете на голову ребенка, их не должно быть видно. Итак, в итоге получилась у нас вот такая замечательная шапочка. Одеваем на голову носим. И не забывайте связать обязательно к шапочке снудик, либо метеночки в наборчик. Конечно же, лайкайте и спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!